И еще одна новость последнего часа. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Мы запретим все путешествия из Европы в США на протяжении следующих 30 дней. Доллар поднимался к уровню 75,5 рублей. Евро стоил 86,5. Акции российских технологических компаний обвалились на американских биржах от 12 до 17%. Мы стали свидетелями глобального коллапса курсов акций так быстро, как никогда раньше. Мы не видели такого даже в 2008 году. Акции пережили худший день со времен Черного понедельника 1987 года. Черный понедельник – это цена, которую мы платим за десятилетия дешевых денег. Предпосылки происходящего внимательные и дотошные люди уже замечали время от времени. Но с каждым Новым годом катастрофой пахло все больше. Этот коллапс был неизбежен из-за исторической переоцененности рынка, готовящей почву для самой большой бычьей ловушки в истории. Никто и предположить не мог, что коронавирус жестоко накажет инвесторов, которые самонадеянно продолжали вкладываться в многочисленные искусственно дутые истории, продаваемые им хитрецами Суэлл Стрит. Технические сигналы, подчеркивающие неправильность этого пути, были проигнорированы. Майкл Бьюри, имеющий кличку «Бигшот Инвестор» и уже предсказавший в прошлом финансовый кризис 2008 года, прогнозировал предстоящий крах пузыря пассивного инвестирования, даже до того, как кто-либо вообще слышал о кар... Более того, нет четкого понимания, что будет происходить дальше, так как никто не знает, как проводить ценовую политику на фоне коллапса доходов и прибыли из-за закрытий странами границ публичных собраний деятельности и мероприятий. Дания, Польша, Украина, Литва, Грузия, Россия и многие другие страны закрывают границы частично или полностью. Полеты отменены повсеместно, а планета фактически закрывается в беспрецедентных масштабах. «Сообщение ясно как день, глобальная рецессия началась». «Нам нужно свыкнуться с фактом, что мы переходим в стадию глобальной рецессии. К счастью, она будет короткой, но я не вижу ни одного шанса избежать ее», — говорит Мохаммед Эль Эриан. «Нанесенный урон носит уже не теоретический характер. Мы только что видели самый стремительный обвал цен на фондовом рынке за всю историю. И он был глобальным, глубоким и повсеместным. DAX рухнул от исторических пиков до отметок 2014 года. Индекс старейшей фондовой биржи США на ISEE рухнул до предвыборных отметок 2016 года. FTSE рухнул до отметок 8-летней давности. Абсолютная бойня для портфелей инвесторов, которые могли только в страшных снах предположить, что суровый рыночный крах 2020 года застанет их врасплох. Психология «покупай на просадках», которая так плотно въелась в сознание людей за последние 11 лет вечного роста фондового рынка, пришла к неожиданному концу. Это был сильный удар. И хотя урон понесли все, он оказался хорошим структуральным уроком. Попавшие в ловушку лонгисты, которые пытались спастись и выжить, приняли на себя главный удар. И единственная надежда для них сейчас – это ободряющее заявление аналитиков о перепроданности рынков, попытке ФРС вернуть контроль и отчаянные усилия найти признаки того, что пандемию все-таки утихомирили. Усилия центральных банков за последние две недели потерпели ужасную неудачу, а экстренные снижения процентных ставок не сумели предотвратить панические распродажи и ликвидации. ФРС приняла отчаянные, можно сказать, беспрецедентные меры в попытках остановить кровь путем вливания 500 миллиардов долларов, а затем еще одного триллиона долларов на рынок сделок Репо. Сегодняшняя инъекция ликвидности со стороны ФРС по своим масштабам сопоставимы с военным бюджетом США. Завтра им придется вливать еще один военный бюджет США, а потом еще один. Эпическая битва человечества с новой болезнью, от которой нет лекарства, самый стремительный обвал за один день на рынках и центральные банки, которые в отчаянии пытаются вернуть и поддержать контроль. Это та ситуация, в которой ФРС придется доказать, что они еще могут восстановить контроль. И эта неделя для них крайне важная. Теперь вопрос о процентных ставках, которые могут упасть до нуля, и о перезапуске полного количественного смягчения не звучит «если», а звучит «когда». Учитывая состояние рынков, ФРС не может позволить себе промедление. Это очень сложные условия для инвесторов и трейдеров, так как все события и действия происходят намного интенсивнее и быстрее, чем когда-либо. Поэтому эта неделя станет ключевой для рынка и ФРС, авторитет которой уже пошатнулся. Мировая рецессия наступила. Мировая рецессия наступила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok